Здравствуйте! В эфире новости в студии Юлия Чубарова. В городе Кумертау прошел республиканский праздник национальных культур «Венок дружбы», который традиционно проводится один раз в два года и является своеобразным галоконцертом в фестивале и конкурсах. Праздник представляет все жанры самостоятельного народного творчества Южного региона Республики Башкортостан. Праздник национальной культуры «Венок дружбы» собирает самые лучшие коллективы Юга Башкортостана. Этот галоконцерт можно назвать своеобразным подведением итогов творческой работы вокальных, хореографических и фольклорных ансамблей за 2013-2014 годы. Символично, что фестиваль национальных культур проходил в канун празднования Дня народного единства. Всех участников праздника поприветствовала директор РЦНТ Дуслы Кальфия Грязнова. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что они открыты и все приехали на этот праздник в канун замечательного праздника Дня народного единства. От имени вас, дорогие зрители, хочу поблагодарить их заранее за их замечательные номера, за их творчество и пожелать им творческих успехов, здоровья и всего самого-самого на лучшего. Мы всегда рады видеть их на наших праздниках. Пусть они почаще приезжают к нам и дарят нам радость общения с их творчеством. Программы фестиваля многогранные и отражают культуру народов, проживающих в нашей республике. Здесь можно было услышать народные и эстрадные песни на разных языках, увидеть современные и национальные танцы, насладиться богатой палитрой звучания национальных инструментов. Все участники Венка Дружбы являются лауреатами и победителями различных конкурсов, как районных, так и республиканских. Такие встречи позволяют творческим коллективам показать свое мастерство, посмотреть на выступления своих коллег. В администрации Кургазинского района состоялось 18-е заседание Совета депутатов Третьего созыва. О том, какие вопросы рассмотрели народные избранники, в сюжете Елены Камской. На повестку дня очередного 18-го заседания Совета муниципального района Кургазинский район Третьего созыва было вынесено 8 вопросов, основными из которых стали отчеты о деятельности заместителя главы администрации района за 9 месяцев текущего года. С состоянием и перспективами развития жилищного строительства на территории муниципального района депутатов ознакомил заместитель главы администрации по строительству, архитектуре и вопросам жизнеобеспечения Ренат Кельдебаев. Он отметил, что на сегодняшний день в районе приоритетом является строительство индивидуального жилья, в связи с чем большую внимание уделяется развитию и содержанию водопроводных и тепловых сетей. Под постоянным контролем находится и обеспечение тепло- и водоснабжение многоэтажных домов в селе Ермолаево, а также ремонт жилищного фонда в целом в районе. Организация и реализация политики в области социальной поддержки отдельных категорий населения на территории муниципального района Кургазинский район стали темой отчета заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Люцеи Хамитовой. Выступая перед депутатами и приглашенными, она отметила, что от общего числа жителей района правом пользования льготами и мерами социальной поддержки обладают 47,5% населения. Социальные выплаты им за 9 месяцев текущего года составили свыше 54 миллионов рублей. Были озвучены результаты работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела образования. Не оставила Люцея Хамитовой без внимания и изменения в законодательстве, связанные с вопросами оптимизации социальных учреждений и учреждений здравоохранения, которые вступят в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года, согласно распоряжению правительства Республики Башкортостан номер 207, Р от 4 сентября 2014 года, в план мероприятия, или как это называется сегодня, дорожная карта, повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы, внесены изменения по этапной оптимизации структуры, сети и штатной численности учреждений, согласно которому мы предполагаем, что в июле 2015 года будет оптимизация, централизация. Будем надеяться, конечно, на положительный исход вот этих вот всех событий, и что в конечном итоге социальный приют для детей и социальный приют для пожилых людей не ликвидируется, не оптимизируется, а все-таки они сохранятся на территории муниципального района, хотя бы в качестве филиала. Произойдет с 1 января 2015 года при соединении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Ермолаевская центральная районная больница к центральной городской больнице города Кумертау. Но будем надеяться, что вот эта вот оптимизация, вот это присоединение как-то очень сильно не отразится на качественном здравоохранении муниципального района, потому что эта оптимизация коснется административного управления и бухгалтерии, все доктора, все специалисты, весь младший и средний медперсонал остается на прежнем уровне. В исполнении приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 22 октября 2014 года об оптимизации коечной сети медицинских организаций Республики Башкортостан до 1 января 2015 года запланировано закрытие 20 коек сестринского ухода Мураталской-Свободинской участковой больницы, по 10 коек сестринского ухода в каждом. В связи с закрытием коек сестринского ухода будет сокращено 18 штатных единиц. Здесь тоже хочу сказать, что только вчера разговаривала с первым заместителем министра здравоохранения Афанасьевым, разговор такой конструктивный состоялся, он заверил мне, что вот это вот сокращение, вообще хочу отметить, что по всей России сокращается 125 тысяч коек сестринского ухода. Это идет повсеместно, это не только в нашем районе. Но в нашем районе будут вместо этих сестринских коек койки палеоактивного ухода. Они дороже, то есть качество медицинского обслуживания населения Саввободы и Муратала будет получать выше. С состоянием работы общественных правоохранительных объединений по профилактике правонарушений в сельских поселениях депутатов ознакомил секретарь совета Ахат Исламболов. По результатам выездных проверок было установлено, что созданные при всех администрациях сельских поселений района социально-профилактические центры, комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, общественные инспекции по делам несовершеннолетних, добровольные народные дружины работают зачастую формально. Почти во всех сельских поселениях в работе этих формирований активность не делает. На заседании РСПЦ и комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом рассматриваются одни и те же вопросы, зачастую проводятся совместные заседания, а протоколы оформляются раздельно. Поэтому с целью исключения дублирования необходимо рассмотреть вопрос об объединении этих двух правоохранительных формирований. Недостаточно ведется работа в контроль за гражданами района, взятыми на учет. Не привлекаются к работе по профилактике правонарушия депутатов сельских поселений, хотя они призваны работать с жителями своего округа. На заседании Совета сельских поселений этот вопрос рассматривается формально, то есть заслушивается участковой и полномоченной полиции, и на этом вопрос ограничивается, а работа общественного формирования депутатами не обсуждается. Для активизации всех вопросов по работе с населением нужна более тесная совместная работа глав сельских поселений и участкового полномочия в полиции. На изменение формального подхода к организации народных дружин направлено и федеральное законодательство. Со 2 июля текущего года вступил в силу федеральный закон номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка, который призван создавать правовые условия для участия граждан в охране общественного порядка. В соответствии с данным законом теперь дружинник во время связанной с участием в охране общественного порядка объявляет удостоверение, форменную одежду или отличительность символик народного дружинника и имеет право применять физические силы в определенных условиях, предусмотренных в настоящем законе. А доедомо участие в охране общественного порядка только после внесения регионального реестра. В ходе заседания депутатами было принято соглашение между органами местного самоуправления муниципального района Кургазинский район и сельскими поселениями муниципального района о передаче последними осуществления части полномочий по муниципальному жилищному контролю. Также депутатами были утверждены отчеты об использовании средств резервного фонда администрации и изменения положения в бюджетном процессе в муниципальном районе. Заслушали народные избранники начальника отдела образования Лиру Тереголову с предложением по повышению охвата дошкольным образованием в населенных пунктах района, где отсутствуют детские дошкольные учреждения, но есть дети дошкольного возраста. Мы просим ввести за счет сокращения штатных единиц в детских садах, где потребность совпадает, в тех населенных пунктах вставки воспитателей для того, чтобы организовать дошкольное образование в форме кратковременного пребывания либо семейного образования. Данное предложение было одобрено депутатами единогласно. Заключительным вопросом повестки дня стал отчет председателя молодежного совета Айгуль Размётова о деятельности совета. При его непосредственном участии ведется волонтерская работа. Организовываются такие районные акции, как «Веломотокросс», посвященный Дню Победы, парад уличных культур, разработана благотворительная программа поддержки талантливой молодежи с присуждением молодежной премии имени Кензия Арсланова. Завершил 18-е заседание совета вручение благодарственных писем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан членам участковых избирательных комиссий за успешное проведение избирательной кампании. Елена Камска, Владимир Кузьмин, Новости. В городе Кемерово проходил 17-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе под девизом «Спорт и власть». 196 спортсменов из городов России, Казахстана, Узбекистана и Сербии боролись за призовые места в 11 весовых категориях. Из сборной Башкортостана наибольшего успеха добился Фадис Валитов. В весовой категории до 63 килограммов ему не было равных. В финале Фадис уверенно переиграл своего соперника из Курганской области и занял верхнюю ступень педестала почета. В Оренбурге прошел всероссийский турнир по дзиду среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения, посвященный памяти первого премьер-министра России Виктора Черномырдина. На турнир съехались около 400 спортсменов. По решению Федерации дзиду России турнир был объявлен рейтинговым. Это означает, что спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях, получают право принять участие в финальном первенстве России. Этого права заслуженно удостоилась Анастасия Силина, тренер Инна Ульянова, Анатолий Шрамков. Анастасия Силина выиграла все встречи, она первая. Это была последняя новость этого выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова